Субтитры делал DimaTorzok Только Мега остается вне его контроля И, видимо, Целлер, да, должен ее забрать Он, кстати, тоже неплохо отъелся желтым Очень много Макс отхватывает от Чины И такой довольно странный, честно говоря, выход За секунду просто до красного армора он был убит Наверное, надо чуть потише Еще один Рейлган Целлер, конечно, просто на крыльях, наверное Впервые в жизни попав в финал Сегодня у него игра идет, конечно, наверное, как ни у кого Другого То есть Макс играет хорошо, но как бы это его обычный уровень Но Целлер творит что-то невообразим Фишка в том, что ZN2, DM2 Нормальная карта для Целлера То есть он ее довольно давно начал играть И, в принципе, играть ее на свой лад умеет Просто, как сказал Керу, я обыграл на этой карте Давида Давид это, напомню, чемпион Европы действующий И я поэтому не боюсь здесь никого Но против людей, которые просто перестреливают Всегда бывает трудно Все-таки с Давидом он играл не на лане И это многое меняет Потому что, ну, в определенной степени такой стрельбы просто не может быть Потому что я, ну, реально думаю, что тот рейлган, который сегодня Целлер показывает Для онлайна, это стрельба недоступная ни для кого И попадание все-таки Макс сбривает тут же спаун фраг Как же везет И сразу счет становится 2-3 Это еще не... Как бы поражение, понятно Попадает один раз Керу Да, и очень важно не дать сейчас мегу Целлер забирает желтый Но не более того Рокет тоже свой И можно засечь спокойно по таймеру Есть сейчас на это время Здесь в этой позиции очень плохо Стрелять чем-то, кроме рейла Потому что задняя стенка очень близко И от нее проходит сплэш Многие игроки этого не учитывают Считают, что они уворачиваются от рокетов Но от этого мало толку Потому что рокет взрывается у тебя прямо за спиной Такая фишка Ну и надо понимать Где сейчас находится Целлер Собственно, мы-то можем это понять В отличие от Керу Шкерится он где-то по углам, короче Совсем не там Ну и была попытка попасть с рейлганом Кстати, вроде довольно базовый такой выстрел Но не прошел Желтый армор прочитан правильно Как соскользнул просто Из-под выстрела рейлгана сейчас Керу И сделал вид, что он уехал на рейл Чуть-чуть заранее Прошел дамаг Если бы было другое оружие Хотя бы Чейнган бы сейчас у Дениски раскручен Но не получается И в итоге он вынужден отступать Вместо того, чтобы идти вперед А тем временем мига закончилась И через 20 секунд будет новая Где находится Целлер? А, ничего себе там осталось Не включен был рейл В противном случае, наверное, попадание было бы почти гарантировано Но нет Не проходит рокет, не проходит второй Очень много дэмэджа получает Керу Он может себе это позволить Потому что там куча армора Но и сейчас должно быть минус 100 по традиции Почему-то Целлер промахивается в этом эпизоде Можно забирать желтый Хотя как армор он не нужен Больше нужен как элемент контроля карты Находит Керу своего соперников При попытке взять адреналин Ну и чуть-чуть не туда выстрелил Просился вроде бы рейлган Но и с рокетом тоже получилось неплохо Счет 4-3 Очень равный счет до сих пор Несмотря на такое долгое доминирование И, в общем-то, не думаю, что Целлеру надо что-то менять На самом деле в игре Думаю, что он должен продолжать делать то, что делает Стараться сохранять дистанцию Стараться попадать рейлганом Забирать желтый армор Поскольку все проконтролить невозможно И, ну, может быть, если получится Подтаймить мигу Но, в общем-то, попадания из рейла Тут являются ключевым Но вот слишком короткая Дистанция была сейчас выбрана Опять забирает мигу Керу Целлер, в принципе, находился В вполне грамотной позиции Но решил не дожидаться Раз уж соперник не выскочил На пофиг Обратно не получится выйти, к сожалению Да, так, Картер Хорошее попадание Второе Ну и... Да, и третье вошло Да, мы шнукиру переключили Всего-то надо одно еще дожать Хорошая попытка И неужели пойдет Керу? И, честно говоря, думал, что он сюда Да, и он решает не подниматься на мигу Это такого своего рода маленькая победа Возможно Я не знаю, что там с таймингом рокета Но, как минимум, мигу Целлер может попробовать Неужели не будет бороться за нее? Вот Да, рокет, говорят Забрали уже до этого Мигу теперь Керу Ну, не уверен я, что обоснованная была отдача миги Может быть, Целлер решил не воевать там просто без рокета Казалось бы, чуть ли не лучшая ситуация была для него сейчас Чтобы переломить игру Но он предпочитает продолжать играть от рейлгана По-своему это, наверное, оправдано Тем более, что он зато противовес забирает красный Который в данный момент забит полностью Желтый даже уже не лезет Да, и можно попытаться подловить Сейчас, когда есть запас здоровья Какой чейнган дикий заходит? Ну, у Макса было очень много хп Тем не менее Адреналин, да, это 100 на 0 Это красный И Целлер перехватывает карту полностью 5-4 счет Можно забирать мигу Можно забирать рокет Мига там, по-моему, лежала Нет, нет, не лежала пока мига Да, и Керу решает просто уходить Целлер забирает мигу А разве там Керу сейчас? Ну, видимо там, да, по-моему Он упрыгнул за угол Целлер не взял рейл Не знаю, специально или нет Но, видимо, чтобы не палить Неплохо влетела граната Целлер до сих пор проигрывает Один фраг, напоминаю То есть он обязан реализовывать преимущество Но слишком сильно жать, мне кажется, ему незачем Времени еще много И гораздо важнее Скрупулезно, в общем-то, забирать предметы В первую очередь броню Чтобы соперник не мог на карте Как-то плотно закрепиться Очень здорово, на самом деле Керу сейчас действовал Но не получилось выпрыгнуть у него Вместе с ним Целлер прыгнул в лифт Был сейчас шанс сделать еще один фраг Не получилось Исполнение немножко подвело Целлера Но, на самом деле, я думаю, что он сейчас нервничает довольно сильно Поэтому Понимает, что счет равный Что это чужая карта Это прекрасная возможность Закончить финал со счетом 2-0 И это, конечно, не добавляет уверенности в себе обычно Прилетела ракета очень грамотная Но Целлер может себе позволить сейчас такие проглатывать Уходит Целлер на красный армор Еще одна контролька прилетела Керу оказался внизу Тем не менее, Мегу ему никто не даст Керу находится тоже наверху Как это они там разминулись, непонятно Попытается дожать его ракет-лаунчера Целлер с чейной И делает все-таки шестой фраг Четыре хп А там Чейнган внезапный рез По Керу просто не понял, как там мало хп, по-моему, сейчас И просто Подгончик такой Керу, скорее всего, заберет Мегу И, наверное, он забрал уже и Рокет Но, в принципе, я понимаю Целлера Который сейчас не хочет Идти на сближение Потому что преимущество у него У него довольно много армора И, в принципе, на мой взгляд, он должен пытаться отбегать эту минуту Не вижу я смысла для него выходить в агрессивную игру Ну куда ж ты? Зачем это нужно? Это же всего 30 армора Еще одна ракета И просто Какие попадания через всю карту Но отсюда же не выпустит Керу его Теперь включается Чейнг! Сколько тут хп! Адреналина нету, он будет еще очень не скоро Керу забирает красный армор Целлер должен дождаться здесь своей Меги 37 секунд играть У него до сих пор есть красный Следовательно, он может спокойно отъедаться желтым армором Ну, на самом деле, не люблю я вот такую позицию стояния на арене Макс решает палить Он просто пытается догнать и догоняет И Целлер умудряется уйти Не просто уйти, а уйти в сторону армора Мы смотрим сейчас за Целлером И, да, и, видимо, Макс не дожмет 6-5 И Целлер берет чужую карту И делает очень мощную заявку на то, чтобы просто выиграть этот финал в сухую Так ZN2DM2 5-6 У нас опять вылетает игра Мы в этот раз опоздали чуть меньше, чем обычно И Целлер, походу, забрал Мегу Да, понятно, он появился внизу на гранатах Макс появился наверху на чейнгане И в итоге у Макса 100 армора, у Целлера Рейл и Мега Ну, я думаю, что это фиговый расклад, на самом деле Но выбирать, конечно, не приходится Первый Рейл, кажется, мимо Или нет, нет, не мимо, видимо, он попал Первым же второй И сейчас просто здесь на арморе должен быть третий Макс попытается забрать Да, и получается у него забрать другой желтый армор Здесь есть две большие аптеки Жизнь немножко налаживается Это что, был Рокет Джамп? Нет, это были просто контрольные ракеты Очень осторожная такая игра с обеих сторон Что, в общем-то, вполне объяснимо На этой карте бывают оборонительные, красивые игры Не всегда такая садамия, как там показывал Целлер В предыдущих играх Максу, конечно, без Рейла сейчас очень трудно выходить на эту арену Потому что каждый раз это вот таким вот образом может Ну, не обязательно заканчиваться, но начинаться И как бы продолжать не очень хочется после этого С точки зрения Макса игра сейчас напоминает постоянную бесполезную работу Потому что ты ешь-ешь, в тебя попадают рейлом, да, ты берешь Бежишь, делаешь то же самое еще раз По рейлгану, наверное, понятно, что мы переключились на Целлера У которого скоро кончится, кстати говоря, мега Арморы он не очень-то активно забирает И поэтому чайной сейчас ему спилили довольно много Чуть-чуть не стейминговал Макс этот рокет И не думаю, что пойдет он на этот армор Он забрал рокет, судя по всему Контролечка, нет? Нет, не прилетает Ну и, собственно Целлер, конечно, как царь на этой арене Спокойненько забирает мегу Попробует сейчас, видимо, сходить за вторым рейлганом Просто ради патронов Потому что, наверное, сейчас ему спрыгивать в воду кажется даже опаснее Там могут подловить рейлом, рокетом или чейном Решает не выходить Потому что слышал, что соперника в воде Попал ракетой Несмотря на плохой респ Пока Киру очень неплохо держится Но, конечно, 170 на 100 и рейлган как бы намекают на ситуацию на карте Очень здорово Целлер зажимает сейчас Киру И Целлер просто, по-моему, не отпускает такие Сегодня, по крайней мере Сейчас забластерит его Макс не допрыгнул, по-моему Просто сам, нет? Ему никто не мешал Хотя нет, раз он сразу сгорел, да, значит было минус 100 все-таки И он тут же появляется на рейле Попадает рейлом Забирает мегу, между прочим И... Красивая попытка Но... В торнет, нет, на джампаде он не попал Прыгает Макс наверх Все шансы у него было получить, по-моему, самого минус 100 Не понял я даже, почему это не произошло Видимо, Целлер сам не ожидал такой наглости Внезапно ситуация для Целлера стала уже не такой хорошей Хотя он как бы ведет и даже как бы в минус Но понятно, что минус не минус Это преимущество всего два фрага А на карте в данный момент у него все весьма непросто И спасает его то, что у Керу, по сути, просто не пристрелены здесь точки Потому что никогда он эту карту специально не задрачивал И всегда ее при возможности вычеркивал Но это пик Целлера, поэтому вычеркнуть он ее не мог Поэтому они ее играют Ой-ой-ой, какая ракета необязательная тут же, Рейлган Понятно, что Мега тут же выбито И Макс будет забирать И не дадут ему забрать этот желтый армор Два минус один Да, ну и здесь опять же Рез под Рейлом это не рез на Рейле По-моему, да, фишка в том, что тут и вниз не дадут спрыгнуть Вот в чем проблема-то Да, и снова попадает в этой ситуации Целлер Это Чейнган, да, судя по всему Недостаточно, конечно, у Керу там здоровья Чтобы до конца идти в этот размен А Мега там будет еще очень нескоро Это грамотный был выстрел, наверное, в патроны Но просто Керу тоже понял, что именно туда и полетят ракеты Поэтому не пошел на них Как разминулся он сейчас с ракетой, я вообще не понял Да, это аптеки внизу Тут абсолютно правильные выстрелы Очень аккуратно Хотя, казалось бы, у Керу-то Рейла нет Бояться так нечего Целлер совсем не хочет получать дэмэйджи Выходит, Керу неплохо с Чейнганом по этой траектории Но по сути снял армор Но армор, видимо, можно будет без особых проблем набрать Какая классная ракета влетела Вообще прыжок в такой ситуации на джампаде Всегда, наверное, спорная штука Хорошая прилетела ракета И таким образом 5-0 Макс перехватывает своим диким супер-шотгоном У Целлера сейчас ничего нет, кроме ручной гранаты И Керу, просто забивая на армор, идет сразу на рейл Понимая, что это главное оружие Которым он может тут хоть как-то попытаться дожать И это значит, что он отдаст мигу, кстати, судя по всему Видимо, задумка на то, что Целлер за ней под рейлом просто не прыгнет Ну, пока что оправдывается задумка Или нет Наверное, надо было все-таки выходить с другой стороны Счет становится 6-0 Керу забирает Рокет И уже это, наверное, для него неплохо Тут же дожимают его чейнганом Мы видели респ, но не был включен рейл Это контрольная ракета Чейнган Остается играть 2 минуты Преимущество составило 7 фрагов Дикий просто чейн Можно было даже Рокет Джамп делать Но в итоге прилетела очень неплохая такая граната И еще одна, более того, даже могла бы сейчас убить Где респ? Я не понял На Рокке все был респ, да Ну вот в кое-то веке не получилось У Целлера проконтролить рейл И, кстати, у него, возможно, кончились просто слаги Или что? А, такой стоп, он же вообще Его же убивали Он, по-моему, с тех пор рейл даже не брал У него сейчас нету рейл Да, то есть сейчас получается рейл только у Керу На карте Играть очень мало Такой блейзовский дроп Очень любят он такую фигню делать Красивое попадание 8-2, полторы минуты Ну да, наверное, слаги это грамотный вариант Мне кажется, конечно, что Целлер отбегает Вроде бы было попадание Да Макс просто распрыгался, как царь Много-много смайликов Я даже не знаю, кстати, будет ли готов Целлер играть Десайдер, если он проиграет сейчас Но, да, вероятность, конечно, крайне мала Потому что, несмотря на то, что Керу делает фраги Он делает это недостаточно быстро Да, более того, может быть Нет, ну ран, конечно, не закончил Не попал! Но в этот раз все-таки попадание заходит Появляется Целлер на рейле И, в общем-то, может там теперь посидеть Очень мало там хп 8-5, 25 секунд играть Но можно не появляться Правда, форс-респаун есть на серверах Но он все равно где-то в 5 секунд, по-моему Поэтому Керу, в общем-то, сейчас играет только за престиж Руки-джампом тут не допрыгнуть, к сожалению Нету попадания И, более того, Керу сейчас погибнет Да, 9-5 И это чемпион Целлер Я завершаю карьеру Сейчас Целлер должен сказать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!